Пятидесятница. Сошествие Святого Духа на апостолов. День рождения Церкви. Это событие, которое описано в Деяниях Апостольских, является основанием праздника Пятидесятницы, который отмечают все православные христиане на 50-й день по воскресению Господа нашего Иисуса Христа и на 10-й день после Вознесения. Почему Господь наш Иисус Христос после того, когда произошло Вознесение, не сразу поверил своим ученикам собраться для сошествия Святого Духа? Почему необходимо было эти 10 дней ожидания? Святые отцы, объясняя этот вопрос, толкуя его, говорят, что нужно было подчеркнуть отдельное действие Святого Духа, дабы апостолы в течение 10 дней усовершенствовались в ожидании этого события, события сошествия Святого Духа. И чтобы выделить, что сошествие, которое произошло в День Пятидесятницы, это действие отдельное, особое, иной Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы, и нужно было этот интервал в течение 10 дней. Есть также другое символическое значение, почему на День Пятидесятницы. Все дело в том, что у Ветхозаветных иудеев был праздник Пятидесятницы, и этот праздник был установлен в Ветхом Завете как воспоминание о даровании закона Ветхозаветного на горе Синай боговицу пророку Моисею. Мы, православные христиане, знаем и помним, что Ветхий Завет — это прообразы грядущего Нового Завета, и многие действия, обряды, события, которые имели место в Ветхом Завете, одновременно прообразовали собой грядущие действия Новозаветной эпохи. И День Пятидесятницы Новозаветной связан с Днем Пятидесятницы Ветхозаветной. Ветхозаветная Пятидесятница — это установление закона Ветхозаветного, когда еврейский народ был не просто народом, выведенным из Египта, а народом, который уже объединен общим законом, общими повелениями и общей верой. А христианская Пятидесятница — это указание на то, что отныне не просто собрание учеников, а собрание учеников, которые с момента Пятидесятницы являются неким большим, нечто большее, чем просто некие ученики, которые следовали за своим Божественным Учителем. Они едины, объединены в то, что именуется Церковью Христовой, или по слову еще апостольскому, полнотой, наполняющей все во всем. Есть еще одно важное событие, на которое указано в богослужениях этого дня. Это сравнение Дня Христианской Пятидесятницы с другим известным ветхозаветным событием — смешение языков. Все помнят ветхозаветное повествование о том, как люди решили построить Вавилонскую башню. И не просто построить этот древний небоскреб, а хотели его возвести для того, чтобы показать величие свое, людское, в некий противовес Богу. И Господь покарал этих строителей тем, что они утратили возможность понимать друг друга, стали говорить на разных языках. Стихиры сегодняшнего дня сравнивают День Пятидесятницы и сошествие Святого Духа, и дар языков, который был у апостолов, с событием ветхозаветным, со строением Вавилонской башни. Тогда люди утратили единство между собой, перестали понимать друг друга. Сейчас люди объединены. Тогда разделение, сейчас объединение. Тогда высокомерие в конечном итоге разделяет людей. Сейчас благодать и следование за Господом Иисусом Христом объединяет людей. Тогда люди были разъединены, потому что их единство — это было единство ради гордыни, ради греха. А сейчас объединены, потому что это возможность услышать евангельскую проповедь. В книге «Деяния апостольских» во второй главе повествуется, что Дух Святой сошел на учеников Господних в виде огненных языков. И в конечном итоге это событие является днем рождения церкви. Апостолы выходят из Силанской горницы и начинают проповедовать о Христе. От лица апостолов говорит апостол Петр. И все народы, которые присутствуют при этом событии, понимают, что он говорит. Книга «Деяния» перечисляет разные народности, которые присутствовали в этот день. Все они говорили на своем наречии. Апостол Петр, обращаясь к ним, и благодатью Духа Святого происходит чудо. Они все понимают, что он говорит. Это сделано для того, чтобы показать, что весть благая о Христе, о спасении, о Его страдании, о воскресении, она доступна всем народам. Еще принято говорить, что день Пятидесятницы – это день Пресвятой Троицы. Такое наименование происходит именно потому, что указывается на особое действие Третьей ипостаси, Бога Троицы, Святого Духа. Согласно учению Святых Отцов, все, что не происходит, происходит по воле Бога Отца, исполняется Его Сыном, Второй ипостаси, Словом, Логосом, и освящается Духом Святым. Господь наш Иисус Христос в Евангелии не раз говорит о том, что будет дан иной утешитель. И действительно, этот утешитель – это Дух Святой, который дается в день Пятидесятницы. То есть, все, что было сделано для спасения человеческого рода, оно было ярко показано именно в день Пятидесятницы, когда стало очевидным и действие Третьей ипостаси – ипостаси Святого Духа. Мы все освящаемся Духом Святым для того, чтобы через и в Духе Святом объединиться с Господом Иисусом Христом. Дух Святой сошел на апостолов, потому что они уже ученики Христовы, потому что уже принесена искупительная жертва, потому что уже произошло воскресенье. Поэтому это еще и день рождения Церкви. Пятидесятница – день рождения Церкви. Апостол Павел говорит такие слова, что во Христе Иисусе нет ни варвара, ни скифа, ни грека, ни мужчины, ни женщины. Эти слова относятся к Церкви. В Церкви все не просто стирается. По-настоящему, конечно же, есть и мужчины, и женщины, и эллины, и другие народы, и скифы, но это уже не имеет такого значения, как было прежде, потому что прежде всего имеет значение христианская Церковь. Церковь, объединяющая все народы, Церковь, объединяющая все сословия, Церковь, объединяющая все, что только входит в нее ради Христа и объединяется Духом Святым. В день Пятидесятницы – особое богослужение. Есть книга, именуемая «Цветной триодью», и в ней содержатся службы по Пасхе, в том числе и службы дня Пятидесятницы. Все православные христиане хорошо знают, что в этот день Божественная Литургия имеет некое продолжение. Совершается Великая Вечерня, во время которой читаются коленопреклонно молитвы. Это яркая часть богослужения, известная всем православным христианам. До дня Пятидесятницы и со дня Пасхи поклоны отменены. Но в день Пятидесятницы, когда на Великой Вечерней читаются эти коленопреклонные молитвы, то тем самым преклонение колен как бы лишний раз подчеркивает божественное достоинство Духа Святого и его одиносущее отцу и сыну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok